Стая деревянных птиц расположилась в сквере имени Юдина. Там установили новый арт-объект «Притчи о птицах». Всего в городе появится шесть подобных предметов современного уличного искусства. Некоторые не только будут украшать город, но и нести прикладную пользу. Что еще соорудили художники в Красноярске, расскажем в следующем сюжете. Вот именно у этого экземпляра, у него крыло составлено из двух элементов, вот видно шов. У всех этих деревянных птиц есть общий шаблон, единая форма. Но в то же время каждая индивидуально, выстрогана рубанком вручную. Автор арт-объекта Семен не хотел, чтобы все 60 птиц были как под копирку, поэтому сделал их разными. Есть статичные, есть те, что машут крыльями, их размах тоже у каждой свой. Чтобы это еще больше было похоже на стаю, птиц устанавливают веером на шести подвесных конструкциях, натянутых между деревьями. Автор даже придумал специальную технологию производства, чтобы они не страдали от перепадов температуры и радовали красноярцев долгие годы. Во-первых, они все проклеены на клей-пур итальянский. То есть это клей, который, он, во-первых, морозостойкий, во-вторых, влагостойкий. И получаются все отверстия, где какие-то соединения, они зашкантованы, вот, то есть тем же клеем. И все это покрыто еще на три слоя финского яхтного лака морозостойкого. Семен – один из победителей конкурса молодых дизайнеров «Искра-2020». Название расшифровывается как «Искусство строить Красноярск». Это проект по оформлению городского пространства малыми архитектурными формами. Его участники украсят краевую столицу шестью новыми арт-объектами. Пять из них уже установили. Объект хранитель на набережной Качи, скамья необычная, изгиб времени, тоже на Каче рядом с педагогическим университетом. Вот совсем рядом, как раз позавчера здесь установили скамью, бесконечности называется, в форме, ну, восьмерки. Так, и, ну вот, завершающая. И что осталось? Осталось скамья на гримячей гриве. Эти шесть работ были выбраны из 29 заявок. Все победители получили до 300 тысяч на один арт-объект. Наталья Архипова, Павел Иваницкий, Седьмой канал.